Здравствуйте! В этом видео покажу, как зарегистрировать нового партнера через мобильное приложение Atomi. Итак, заходим в приложение. У нас будет с вами левый верхний угол, три полоски. Здесь есть кнопка регистрация. Нажимаем. Перед нами выходит поле. Мы можем зарегистрировать нового человека в команде, либо как покупателя, либо как дистрибьютора. Разница в том, что дистрибьютор подключается к системе построения структурного бизнеса. И при регистрации непосредственно дистрибьютора нам обязательно нужно будет ввести ННН. Я показываю на примере покупателя. Итак, зарегистрироваться как покупатель. Нажимаем кнопку зарегистрироваться. Через российский сайт, через мобильное приложение. Сейчас мы можем регистрировать партнеров непосредственно из России, либо из Белоруссии. Все партнеры, которые находятся в других странах, регистрируются либо через собственный сайт, либо через сайт Atomi Global. Можете конкретный вопрос по регистрации конкретного партнера задать в комментариях под этим видео. Итак, мы видим первую страницу. У нас страна. Нажимаем на развертку, выбираем Россия. Дальше вносим фамилия, имя, отчество. Далее выбираем пол женский, дата. Нажимаем на календарик. Выбираем здесь месяц рождения, год рождения. Листаем вверх-вниз. И непосредственно число. Пароль. Придумываем сами пароль для нового партнера. Если он пожелает, то в будущем он может через личный кабинет и раздел «Изменить данные». Он всегда сможет зайти и пароль себе изменить. Пароль придумывайте на свое усмотрение. Но должен быть обязательно какой-то символ, буквы и цифры. И не менее шести символов. Гостевой пароль. Мы его тоже придумываем самостоятельно. Он нужен в будущем вашему партнеру, либо покупателю. Он может понадобиться для привлечения новых партнеров и для демонстрации разницы, к примеру, в цене продукта. Если человек заходит под гостевым паролем, то он не видит часть данных из личного кабинета. Все, что касается структуры, начисления и выплат, это будет недоступно. Будет доступен раздел «Магазин» с ценой партнера. Итак, телефон. Обязательно мы заполняем вторую строку, где стоит звездочка в номере телефона. Это значит обязательное заполнение. Без семерки, без восьмерки, сразу с кода оператора и непосредственно номер. Дальше. Почтовый индекс указываем и нажимаем кнопку «Сначала искать». Она серая. Чем индекс. Поиск почтового индекса. Нажимаем кнопку и вот у нас находит. Нажимаем, кликаем на то, что нам показала система. Прямо, в моем случае, город Москва. Дальше в строке «Адрес» мы указываем, что нам нужно. Немной посредственную улицу и дом. Дальше мы вносим адрес электронной почты. Смотрите, мы вносим адрес до собачки. Собачка автоматически проставляется. Дальше мы нажимаем на развертку. И если система почтовая есть в этом списке, мы ее просто выбираем. Если вдруг нет, например, там «List.ru», «Inbox», какие-то еще другие почтовые сервисы, соответственно, нажимаем кнопку «Ввести» и у нас вот это поле будет активное. Например, давайте попробуем сделать вот так. «List.ru». Хотите получать уведомление, ставим галочку обязательно. Спускаемся ниже, выбираем спонсора. Спонсор. Так. Давайте попробуем. Я сейчас набрала цифры просто наугад. Вы берете здесь ID человека, под которого вы регистрируете нового покупателя. Это может быть ваша ID, если под вами еще не зарегистрирована слева и справа по одному человеку. Либо вы смотрите сначала свою структуру, выбираете место, куда вы ставите нового партнера, и, соответственно, его ID сюда вносите. Так. Вам показывает кто там под этим ID номером. Если это тот человек, который вам нужен, нажимаем «Ок» и все. Дальше. «Искать образовательный центр». Ищем образовательный центр. Нажимаем на кнопку «Искать». У нас появляется новое поле. Мы в нем вводим либо название города, либо название непосредственно образовательного центра, если вы его знаете. Я посмотрю все, что есть в Москве. Набрала Москва. Кнопка «Искать». И мне выдает, да, тут целый список в Москве, 15 центров, где клиент может приехать и самостоятельно забрать заказ. В этом случае доставка для него будет бесплатная. Беру первый. Все. И общие условия и положения. Я нажимаю вверху. Согласен со всеми пунктами. Здесь условия пользования сайтом вложены. Можно почитать. Общие условия и положения сотрудничества с компанией. И политика по защите персональных данных. Далее я нажимаю кнопку «Регистрация участника». И у меня выйдет подтверждение, что система проверила. Я не буду сейчас нажимать до конца, потому что часть данных, которые я сейчас вводила, они придуманные. Чтобы у меня не было лишней пустой регистрации, я это делать не буду. Вы нажимаете «Регистрация участника». Система автоматически проверяет, нет ли уже такого человека в структуре. И если вдруг с теми же данными человек найдется, система вас об этом оповестит, что данный партнер уже зарегистрирован. Если это действительно новый человек, он еще ни разу не оформлялся в данном магазине, ни как покупатель, ни как дистрибьютор, не получал свой ID номер, значит система вам выдаст следующую кнопку, и она будет называться «Завершить регистрацию». Все, мы регистрацию завершаем. Таким образом, нам система выдаст новый ID, который вы уже передаете своему покупателю. Покупателю мы сообщаем обязательно его ID номер и его пароль для того, чтобы он смог войти в свой личный кабинет, совершить покупку, познакомиться с продукцией и в дальнейшем, по желанию, эту продукцию рекомендовать и приглашать в Атоме новых покупателей, новых дистрибьюторов и строить, в том числе создавать себе источник дохода. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok